Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Поздравляю всех с наступившим Новым Годом! Желаю, прежде всего, здоровья всем своим зрителям! Ну и поскольку сегодняшнее видео снова о моде, о стрит-стайле, желаю всем хорошо, классно выглядеть, прежде всего, когда этого хочется! Хочу сразу обратить внимание на вот эту прекрасную девушку. Белые брюки, конечно же, да, я на них обращаю внимание в который раз, но мне очень понравилось, если честно, вот это заношенное, закатанное пальто. А посмотрите, как при этом стильно и гармонично выглядит она! Здесь хочу обратить внимание на то, как перевозят собачек очень часто в Италии, но самое главное, посмотрите, редко мне удается заснять вот так в деталях, кожаная куртка, а сверху шуба. Это тема, которую мне нравится развивать, на которую мне нравится обращать внимание, верхняя одежда поверх верхней одежды. Ну что ж, сегодня будет достаточное количество истинных стрит-стайлеров, которые принарядились, несмотря на прохладную погоду. Сегодня будет снова большое количество сумок через плечо, кроссбэги, так называемые. Меня все время поправляют, хочу обратить внимание также на вот такие парки, они фигурируют из видео в видео, удлиненные, очень теплые, очень стильно смотрятся. Также закрытые щиколотки, да, в этом стрит-стайле тоже будет большое количество закрытых щиколоток и подвернутых брюк. Ну и просто, как я уже сказала, большое количество классных стрит-стайлеров, которые были достаточно любезны, чтобы позволить их сфотографировать. Всем желаю приятного просмотра! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Прекрасные зрительницы моего канала просят меня несколько чаще показывать мужской стрит-стайл, в том числе, а также мужские витрины. И что я хочу вам сказать, дорогие зрительницы и зрители, если вы смотрите это видео, Бежевое пальто на мужчинах любого возраста, начиная прямо-таки с самого-самого юного возраста, смотрится потрясающе. Бежевое пальто компонуется совсем с более спортивными вещами, с менее спортивными вещами, более элегантными вещами, дресс-кодовыми компоновками. Я заметила, насколько классно смотрится бежевое пальто на мужчинах. Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие зрители, хочу обратить ваше внимание на этих сеньор. Обе, на мой взгляд, выглядят очень хорошо, одеты очень стильно, но правый образ мне нравится больше, конечно же, за счет укороченных брюк. На обеих спортивная обувь, но укороченные брюки делают образ, на мой взгляд, более современным. Эта витрина привлекла меня красивым сочетанием серого и грязно-розового цвета, но мне также очень понравилось и мне захотелось вам показать оттенок серого пальто. Это так называемый теплый потом, на видео даже кажется, что это некий бежевый цвет, но тем не менее это серый цвет. Не зря все-таки витринисты закомпоновали его и с серой шапкой, и с грязным розовым. Обратите внимание на очень выигрышное сочетание белый, серый и вот такой грязный, как мы часто говорим, припыленный розовый. Снова хочу обратить ваше внимание на тедис, снова хочу обратить ваше внимание также на аксессуары вот такого коричневого цвета, который для меня стремится к рыжему. Цвет жженой карамели. Этот цвет прекрасен в аксессуарах, ремни, перчатки, обувь, сумки, все сочетается, очень-очень красиво смотрится, но практически с любым цветом. На новогодних витринах нам показывают большое количество нарочито грубой обуви, обуви поношенной, да прежде всего а-ля жакейские сапоги, а также а-ля солдатские сапоги. И это напрямую напоминание, что после нового года все наши наряды в пайетках, возможно, наряды, где используется тюль, мы сможем носить вот с такой обувью в повседневной жизни. Мне часто задаются вопросы, уместны ли подобные наряды, подобные ансамбли в повседневной жизни. Могу совершенно точно сказать, что в Италии, да, в Италии, когда тепло, такая искрящаяся многослойность, почти вечерняя, вполне-вполне уместна для прогулки. Я уже обращала внимание своих зрителей на то, как итальянки интересно носят шарф. Посмотрите, на самом деле вот этот платок, это каре, достаточно большой, это даже не шарф, и его видно только с одной стороны. А в данном случае это платок, либо шарф, который надевается на одно плечо и выпускается только один конец шарфа. Посмотрите, как оригинально это смотрится, не добавляя лишнего объема. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» И вот, пожалуйста, снова пример того, как верхняя одежда может носиться на верхнюю одежду, в данном случае на тонкий пуховик, при этом пуховик с капюшоном. Ну, возможно, кстати, это и жилетка надета, очень красивое бежевое пальто, посмотрите, как все это красиво смотрится. Вариация мужской стрит-стайл, одежда верхняя на верхнюю одежду. Людей на улице становится все больше и больше, мы возвращаемся домой, хочу показать вам вот такое небо и примету, о которой я узнала здесь в Италии. Как говорится, красное небо с вечера, ждем хорошую погоду с утра, красное небо с утра, ждем плохую погоду к вечеру. Сколько раз проверяла, всегда оправдывается. На этом с вами прощаюсь, желаю всем хорошего дня, хорошего настроения. Это была Яна Скворцова, всем пока-пока!